Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 8 декабря. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Маркетс. Сильнейший отчет по рынку труда в США, опубликованный в пятницу, усилил медвежье давление на пару и вынудил покупателя единой европейской валюты сдать все достигнутые накануне позиции. Показатели отчета действительно ошеломили. Рост числа занятых в ноябре стал максимальным за трехлетний период. Заработные платы также выросли. Рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе американской экономики составил 321 тысячу человек, что выше прогноза в 230 тысяч. Уровень безработицы сохранился на шестилетнем минимуме – 5,8%. Впечатления от отчета резко усилили среди участников торговли ожидание того, что ФРС теперь уже точно начнет процесс ужесточения своей монетарной политики ранее запланированных сроков, что приведет к очередному удорожанию доллара. На этом фоне активизировались продажи пары, курс которой, пройдя на снижение более 120 пунктов, протестировал к концу дня предыдущий локальный минимум на отметке 1,2271. Вместе с тем перепроданность евро, близость пары к мощному уровню поддержки, образованному на нижней границе многолетнего коррекционного треугольника, и сигналы технических индикаторов предупреждают о скором развороте валюты на восходящую коррекцию. В этих условиях предполагаем в нашем прогнозе на понедельник завершение снижения пары ориентировочно в ценовой зоне 1,2230 – 1,2215, а затем разворот курса единой европейской валюты на коррекционный подъем к целевым уровням 1,2300 – 1,2329 – 1,2350. Потеря опоры по нижней границе коррекционного треугольника в районе 1,5620 с часового таймфрейма стала для пары фунт-доллар на торгах в пятницу катализатором ликвидации ранее открытых сделок на покупку валюты. Возникшая в результате этого волна продаж британского фунта спровоцировала пробой ключевого уровня поддержки 1,56 и увлекла пару к новому минимуму 1,5569, возле которого курс британской валюты и завершил недельные торги. Последние изменения технической картины по фунту носят неблагоприятный характер и дают повод опасаться того, что фунт-доллар оказался в начале нового этапа нисходящего тренда. Изменить ситуацию может только обратный пробой и возвращение пары выше значимых уровней 1,5580 и 1,5613. Предпосылки для этого есть. Британский фунт значительно перепродан и технические катализаторы сигнализируют о скором развороте пары. В этой связи в нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение снижения пары в ценовой зоне 1,55-1,5475, после чего ожидаем разворот и коррекционный подъем курса британской валюты к целевым уровням 1,56 и 1,5636. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на понедельник. Продолжение нисходящей динамики металлов на торгах в пятницу изменило положение золота и серебра относительно их основных уровней поддержек и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту находится сейчас на уровне дневного разворота – 1,195 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к ценовым уровням 1,200, 1,204 и 1,212 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне недельного разворота – 1,185 долларов. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение золота к целевым уровням 1,181 и 1,175 долларов за унцию. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение коррекционного снижения металла вблизи текущих ценовых уровней, а затем возобновление подъема курса золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра продолжает находиться на ценовом уровне 16,30 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням 16,40 долларов, 16,50 долларов и 16,70 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на ключевом уровне 16,00 долларов за унцию. Если котировки преодолеют, ее снижение продолжится далее к ценовому уровню 15,85 долларов за унцию. В нашем прогнозе на сегодня также предполагаем завершение снижения металла вблизи уровня открытия недельной торговли, а затем возобновление подъема серебра к вышеназванным целевым уровням сопротивлений. В экономической статистике понедельника Банк Японии представит общее сальдо счета текущих операций и сальдо торгового баланса за октябрь. Кроме того, будут представлены прирост ВВП за третий квартал текущего года, индекс дефлятор ВВП, потребительские расходы, а также индикаторы текущей экономической ситуации и экономических перспектив за ноябрь. Китай обнародует итоговые показатели баланса внешней торговли, включая объемы экспорта и импорта. В Германии выйдут данные по объемам промышленного производства. Еврозона опубликует индикатор экономической уверенности инвесторов за ноябрь. Канада сообщит октябрьские данные по объему выданных разрешений на строительство и количеству в закладах новых фундаментов под строящееся жилье за ноябрь. В этот же день состоится выступление председателя главы Европейского центрального банка Марио Драги. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Maxi Markets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Maxi Markets используют порталы вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.